Настоящая война объявлена по всему Подмосковью-Борщевику. Этим сорняком заражено более 16 тысяч гектаров областных земель. Тельнее других в Дмитровском и Можайском районах, а также в Мытищах и Рузе. В нашем округе создан штаб по борьбе с этим опасным растением. Два раза в неделю он мониторит ситуацию, контролирует ход химобработки. Она уже выполнена на 80%. До середины сентября химзачистку завершат, а до конца ноября продолжат выявлять самую зараженную сорняком местность. Делать это будут в том числе методом зондирования. Определят места локального распространения борщевика со спутника. Кстати, в нашем округе наиболее опасные точки уже известны. Это поля у деревень Фроловская, Рубчиха и другие земли бывшего совхоза Клинский. Боремся, косим, всякие химикаты покупаем, но пока безуспешно. Крапиву ты чувствуешь на ощупь, вот то, что обжегся. А борщевиком ты вот пройдешь, ты даже не заметишь. На следующий день встанешь, у тебя все ноги в волдырях. Вот босиком косил вот этот борщевик, прокосил, а утро встал, все в волдырях. Семечки прилетают везде. И то, что творится вдоль дорог, на полях, это праздник безхозяйственности. У нас полподмосковья, считайте, им заросло, причем иногда такие конкретные экземпляры попадаются выше вот вашего роста, даже моего раза там полтора. В детстве, я помню, пришлось там мне с ним неприятную историю столкнуться, ложок такой небольшой получил. Поля бывшего совхоза Клинский, по сути, остались без присмотра. Хозяин махнул рукой на заросли опасного сорняка. Сейчас на законодательном уровне рассматривают меры воздействия на тех, кто владеет сельхозземлями, но не пускает их в оборот. И где пышным цветом распускаются зонтики борщевика Сосновского. Наказывать рублем будут и владельцев частных угодий. Размер штрафа внушительный, до одного миллиона рублей. Кто может попасть на большие деньги из-за сорной травы и кого можно привести в пример, как рачительного хозяина, расскажем в ближайших выпусках новостей.